Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Будем начинать наше мероприятие, отчасти юбилейное. Я представлюсь, меня зовут Дронов Николай Петрович, я являюсь представителем исполнительного комитета движения против рака. И сегодня мы отмечаем уже восьмой год работы нашего проекта «Школа пациентов». Первая школа состоялась восемь лет назад в этом зале. В апреле 2008 года, когда начинало создаваться наше движение. И слово для приветствия я передаю заместителю директора Научно-исследовательского института онкологии имени Николая Николаевича Петрова, Минздрава России, Александр Михайлович Щербаков. Спасибо. Уважаемые друзья, мы, безусловно, очень рады видеть вас в таком полном составе, в нашем зале. Рады, что эти школы получили хороший отзыв, пользуются популярностью. А значит, та программа, которую мы каждый раз вкладываем, вызывает несомненный и живой интерес. И то занятие, которое будет сегодня, мы постарались тоже отобрать наиболее актуальные, интересные темы. Одно из них – это иммунотерапия в онкологии. Безусловно, это быстро развивающееся направление, на пути которого еще очень и очень много вопросов, как у нас врачей, так и у ученых. И поэтому мы постараемся сегодня в доступной вам форме рассказать о том, что же такое иммунотерапия, как мобилизовываются защитные ресурсы организма в борьбе с онкологической патологией, какие пути и направления, и сложности есть на этом направлении. Еще одна повестка – это повестка традиционная для нас, это юридические аспекты, связанные с лекарственным назначением. И, как всегда, в завершении у нас будут выступать наши психологи, которые раскроют актуальные вопросы оказания психологической помощи пациентам, страдающим онкологической патологией. Мне остается только пожелать вам интересного времяпровождения, чтобы это время прошло с пользой для вас, прежде всего. Ну, а мы всегда будем рады видеть вас в этом зале и надеемся на то, что наши встречи будут продолжаться не только 8 лет, но и еще много-много времени, потому что, безусловно, мы считаем основной задач – помогать нашим пациентам справляться с тем недугом, который их поразил. Спасибо, Александр Михайлович. Я передаю слово для дальнейшего, наверное, введения модерации руководитель Санкт-Петербургского городского отделения движения против рака, фрумян своей Марина Борисовна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы благодарим всех, кто откликнулся и согласился участвовать на школе пациентов. Я председатель Санкт-Петербургского регионального отделения движения против рака румянца Марина Борисовна. Неонкология совместно с нашим движением регулярно проводит информационно-образовательные мероприятия для онкологических пациентов и родственников. Наша школа может посетить любой желающий, они бесплатны. В ходе школ онкологи и неонкологи читают лекции. Этим помогают разобраться в принципах лечения, диагностики и реабилитации. Пациенты и родственники могут задать волнующие вопросы и получить компетентный вопрос, ответ от онкологов. Наше движение разъясняет пациентам правовые аспекты, связанные с получением инвалидности, бесплатного лечения, взаимодействия с работодателями и многое другое. Психологи и неонкологи подсказывают, как преодолеть психологические барьеры, связанные с заболеванием. И, значит, продолжаем у школы, сейчас перед вами выступит Семеглазова Татьяна Юрьевна, доктор медицинских наук, заведующая научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации и неонкологии Петрова. Глубоко уважаемые друзья, коллеги, мы, как всегда, рады приветствовать вас в наших стенах. И очень приятно, что у вас есть возможность прийти, послушать нас, поскольку мы стараемся постоянно, достаточно с определенной частотой, представлять все новое, все самое интересное, то, что может помочь и крайне важно и для вас, и для нас. И вот тот формат, который мы проводим при участии ведущих специалистов нашего института, психологов, юристов, крайне важен. И мы очень признательны движению против рака, представителями которого являются и Марина Борисовна, и Николай Петрович. И вот очень важно, что буквально у нас такая традиция, совпадает проведение вот таких мероприятий с днем рождения. Вот сегодня, буквально даже вчера, да, был день рождения у Дмитрия Александровича Борисова, исполнительного директора движения против рака. Поэтому колоссальная работа, колоссальную работу проводит это движение. И мы хотели бы пожелать вот и ему здоровья, чтобы ему хватило здоровья на нас всех. Давайте поздравим его. И в свою очередь я передаю слово о открытии нашей школы доктора медицинских наук Проценко Светлана Анатольевна, ведущему специалисту в области онкоиммунологии в нашей стране. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Я думаю, уже много сегодня слов очень сказано. Спасибо, дорогие коллеги, спасибо пациенты, что вы пришли и присутствуете. Сегодня мы будем говорить о новом направлении, о иммунотерапии. Вы, наверное, много слышали уже об этом, появляется много новых препаратов. К сожалению, не все они доступны. И у вас сегодня должны появиться и появятся вопросы, и мы ждем этих вопросов от вас. Поэтому расслабьтесь, готовьте свои вопросы, и давайте. Мы готовы, открыты для обсуждения. И если позволите, начинаем наше уже обсуждение. Марина Борисовна представит. Марина Борисовна тогда представит всех лекторов? Так ведь, да? Хорошо, будьте добры, Марина Борисовна. Так, сейчас мы открываем медицинскую часть школы. Выступит перед вами Новик Алексей Викторович, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела онкоиммунологии и неонкологии Петрова. Он вам расскажет о возможностях современной иммунотерапии. Добрый день. Иммунотерапия на сегодняшний день представляет один из самых старых методов в лечении злокачественных опухолей. Фактически ему уже более 100 лет, потому что первое лекарственное лечение, которое более-менее хорошо описано, было сделано еще в конце 19 века, когда впервые предложили использовать один из методов, который мы бы сегодня относили к иммунотерапии для лечения злокачественных опухолей. Но за практически 100-летнюю историю изучения иммунной системы наше представление о самой работе этого органа существенно изменялось. И если изначально мы предполагали, что иммунная система – это такая система защиты, которая должна нас защищать от врагов внешних, от врагов внутренних, то есть бороться за единение, в которой есть три отдельных звена – неспецифическое звено, гуморальный иммунитет и клеточный иммунитет, которые в целом вместе как-то обеспечивают защиту прежде всего от инфекций, ну и в том числе от злокачественных опухолей. Такое представление бытовало довольно долго, однако чем дольше мы изучали иммунную систему, тем больше мы понимали, что там очень много механизмов, это сложно устроенные органы. И его, если так вот говорить в целом, то его можно сравнить с государством. То есть это многокомпонентная система с большим количеством разных фракций, у которых немножко разные задачи, которые немножко по-разному могут вести и которые в том числе могут не только защищать нас от опухоли, а которые могут и вырастить сами по себе опухоль. Поэтому с кем нам приходится работать, когда мы говорим о иммунотерапии? Нам приходится работать с основными компонентами иммунной системы. Мы хотим, чтобы они работали правильно, чтобы они работали и гармоничные, тогда действительно эта система может справиться практически с любой опухолью. Какие компоненты здесь есть? Ну, у нас есть эффекторы, специфические и не специфические, те клетки, которые непосредственно выполняют роль защиты, которые должны убить опухолевые клетки. Их можно сравнить с солдатами. И как у солдатов есть спецназ, есть милиция, то есть есть более специфичные клетки, менее специфичные, но у них одна защита, они должны выполнять действия по отношению к опухолевым клеткам. У нас есть регуляторы, такие своего рода чиновники, которые определяют вообще, кому работать, кому не работать, что делать, как делать, когда делать. И вот как раз с работой вот этих регуляторных механизмов связаны последние успехи и прорывы в онкоиммунологии. Почему мы сейчас так активно про нее говорим? Потому что мы научились влиять на регуляторы и давать возможность иммунной системе работать так, как она должна. Ну, и у нас есть антигенопрезентирующие клетки, своего рода учителя, которые обучают иммунную систему и как раз вот обеспечивают активность специфических эффекторов, которые наиболее сильные, но и наиболее узконаправленные. То есть эти клетки, они показывают иммунной системе, против кого бороться, а против кого наоборот не бороться. И кто друг, кто враг. Именно эти клетки обеспечивают такое распознавание, и они тоже очень важны. Почему иммунная система не срабатывает при злокачественной опухоли? Тут есть много причин. Во-первых, опухоль может маскироваться от иммунной системы. На ней могут быть слабые антигены. Это те молекулы, которые иммунная система может распознать. Собственно говоря, тот маркер, на основании которого система решает, это своя клетка или чужая, это хорошая клетка или плохая, стоит ее убить или стоит ее поддержать и дать ей жить. У нас могут быть низкое сродство иммунных клеток к этим антигенам. Антигены могут быть, но иммунная система их может просто плохо узнавать. Опухолевая клетка учится защищаться от антигенов. К сожалению, очень часто в опухолевой клетке используют те самые антигены, которые есть во всех других тканях, то есть те же самые молекулы. Естественно, иммунная система в норме, и она приучена не реагировать на эти антигены. Если это только такие молекулы, то иммунная система не должна их распознавать, и, соответственно, не будет противоопухолево-иммунного ответа. Ну и некоторые элементы маскировки, когда опухоль может сказать иммунной системе, предъявить как бы паспорт, что она своя. Потом одним из препятствий является значительная опухолевая масса. Все-таки количество имеет значение, размер иммунной системы не безграничен. Если опухолевых клеток много, то иммунная система просто может с ними не справиться со всеми, и какие-то из них часть будет расти. Безусловно, есть связанные с опухолевым процессами иммунной супрессии. То есть опухоль, чтобы расти, должна подавить иммунную систему. Она это умеет делать. У нее есть регуляторные вещества специальные, которые она секретирует в кровь, которые она отображает стоп-сигналы на поверхности клетки. Это существенная проблема, потому что иммунная система, даже если видит опухолевую клетку, она может… Клетки, которые должны убить опухоль, могут прийти к ней и получить сигнал, что этого делать не надо. Ну и если сравнивать, опять-таки, с моделью государства, то, в принципе, все эти системы укладываются в один механизм. Это либо слабость самой иммунной системы, то есть усталость, либо коррупция. Соответственно, с этим, безусловно, надо бороться. Какие методы у нас есть в арсенале? Ну, на сегодняшний день у нас есть вакцинотерапия. Мы можем обучить иммунную систему. Как правило, это происходит вне организма, то есть вне влияния подавляющих действий опухоли. То есть в идеальных тепличных условиях. Мы обучаем клетке собственной иммунной системы бороться с опухолевыми клетками. Потом эти обученные клетки возвращаем в организм, чтобы они работали. Это ликвидирует массу нарушений иммунологических, прежде всего, те компоненты нарушений, которые характеризуются отсутствием как раз узнавания между иммунной системой и опухолевой клеткой. То есть мы учим иммунную систему и говорим ей, что опухолевая клетка, она чужая, что на нее надо атаковать. Другой метод – это цитокины. Цитокины – это своего рода стимуляторы, допинг или газ для иммунной системы. Если мы вводим цитокины, мы можем ускорить функцию иммунной системы, улучшить функцию. Но здесь есть и обратная сторона. Мы не знаем, какую функцию мы можем улучшить. Если в организме есть противоопухолевый иммунный ответ, мы его усилим. То есть мы решим проблему истощения иммунных клеток, и они получат силы для того, чтобы реализовать этот противоопухолевый иммунный ответ. Но если у нас иммунная система, наоборот, защищает опухоль от организма, дает опухоли расти, то мы можем усилить эту функцию. То есть здесь идет неспецифическое воздействие в первую очередь. Мы можем заменить часть функции иммунной системы, использовать антитела, своего рода волшебные пули, которые… это такие молекулы, которые распознают конкретный, совершенно конкретный, даже не белок, а часть белка, которая присутствует на опухолевой клетке. И таким образом иммунная система получает своего рода маркер. Она может по антителу найти эту опухолевую клетку и уничтожить ее. На сегодняшний день это один из первых методов иммунотерапии, который дал прогресс и в этой области. Вы знаете, что на сегодняшний день масса моноклональных антител используется в онкологии. Это современные препараты, такие как Маптера, такие так, Герцептин, которые применяются при раке молочной железы. То есть эта технология активно используется на сегодняшний день в медицине. Эта технология позволила нам создать понятие отаргетной терапии. То есть когда мы целенаправленно маркируем какой-то один очежок. Но при этом в большинстве случаев мы хотим, чтобы иммунная система также работала на нас. Но ограничение этого метода – это именно целенаправленность. Опухоль меняется в процессе. Она может потерять эту мишень. Она может выйти на своей поверхности, показать стоп-сигналы какие-то. И это не дает этой терапии в полной мере сработать. Альтернативный механизм мы можем, собственно говоря, сделать искусственные эффекторные клетки. То есть те клетки, которые вообще должны уничтожить опухоль. Сделать их в пробирке вне организма и ввести их в организм. И наибольший успех, который мы сегодня достигли, это как раз ингибиторы сигнальных молекул. То есть это те молекулы, которые останавливают стоп-сигналы в иммунной системе. И когда опухольная клетка пытается защититься от иммунной системы с помощью активации таких стоп-сигналов, мы их можем отключить. Иммунная система продолжит атаковать опухольную клетку и дальше, невзирая на то, какие сигналы она получает. Этот метод лечения, он как раз является наиболее новым, наиболее современным. Он позволил нам достигнуть значительного прогресса в лечении очень многих заболеваний. Но побочной стороной этого эффекта является то, что стоп-сигналы все-таки нам нужны. Мы не можем тотально отключить стоп-сигналы, потому что обратная сторона медали – это аутоиммунное заболевание, когда иммунная система начинает атаковать свои собственные органы и ткани. Поэтому на этом балансе строится вся терапия. То есть мы хотим стимулировать иммунной системе полезные функции и избежать стимуляции вредных или гиперактивности иммунной системы, которая тоже может вызвать серьезные тяжелые заболевания. В качестве примера аутоиммунного заболевания, которое всем известно, это, например, бронхиальная астма – это тоже достаточно тяжелое заболевание, где патологию вызывает иммунная система. Мы не хотим перейти в аллергию. Мы хотим получить именно противоопухолевый иммунный ответ. Может ли это содержать опухоль? Да, действительно может. Вот пример нашей пациентки, которая получала один из современных видов иммунотерапии – это эпилюмумаб. Вы видите множественные кожные очаги, которые полностью регрессировали. Это чисто иммунологическое действие. Препарат действует исключительно через иммунную систему. То есть у этой пациентки нам удалось заставить иммунную систему работать. Другой пример, тоже весьма яркий. Это уже искусственные клетки, которые вводили не в нашем центре, это слайд американских коллег. Вы видите, что достаточно большой объем опухолевой массы может быть перебор с использованием исключительно иммунологического подхода. И этот эффект длительный. Где мы достигли успеха, где мы не достигли успеха? Ну, наиболее частый, наиболее любимый объект для иммунотерапии – это меланома кожи. Здесь вот на слайде все заболевания, которые выделены зеленым, там уже доказана эффективность какого-либо из методов иммунотерапии. Там, где выделены желтым, там эти методы активно изучаются и, вероятно, тоже будут использоваться. Итак, что мы имеем? При меланоме кожи, безусловно, мы знаем, что хорошо работают препараты, которые направлены на устранение блокирующих сигналов, на иммунологические контрольные точки. Хорошо работают цитокины. Очень активно изучаются вакцины и искусственные киллерные клетки, так называемые тилы, лаки, кары – это лимфоциты с химерным антигенным рецептором. Рак легкого. Также на сегодняшний день зарегистрированы ингибиторы сигнальных молекул. К ним может быть отнесен неволюмаб, пембролизумаб в первую очередь. При меланоме еще используется эпилюмумаб. Цитокины в меньшей степени используются, при раке легкого практически уже сейчас не используются. Опять-таки изучаются активно вакцины. Почечноклеточный рак. Иммунотерапия – это первое, что стало работать при почечноклеточном раке. До этого лекарственная терапия не работала. После этого в последние годы иммунотерапия вновь возвращается для лечения рака почки. И здесь большое значение имеют такие препараты, как неволюмаб, то есть ингибиторы сигнальных молекул, которые снимают стоп-сигнал и заставляют иммунную систему снова и снова атаковать опухоль и давать эффекты. Активно изучаются вакцины. При почечноклеточном раке также хорошо работают цитокины. Да, они сейчас отнесены на более поздние линии лечения, но тем не менее они используются, они продлевают жизнь больных. Они вызывают хорошие эффекты и они достаточно неплохо переносятся. Рак желудка. На сегодняшний день зарегистрированы различные моноклональные антитела для лечения рака желудка. Да, это не для всех пациентов, это для некоторых пациентов, но для достаточно большой их части. И здесь иммунотерапия используется именно как лечебная, как таргетная терапия для, опять-таки, продления жизни и увеличения частоты объективных эффектов в сочетании со стандартной химиотерапией. Уртелиальный рак. Рак пристательной железы. На уртелиальном раке, на раке пристательной железы зарегистрированы вакцины. Здесь они используются, используются для лечения уже довольно-таки давно. Они достаточно хорошо переносятся, в этом преимущественно индивидуальных вакцин. Они способствуют увеличению продолжительности жизни, они способствуют улучшению качества жизни этих пациентов. Для рака мочевого пузыря эти вакцины способствуют снижению риска рецидива, они вводятся внутри пузырного. Для опухоли ЦНС и для сарком иммунотерапии разрабатываются, но опять-таки это саркомы, это ингибиторы иммунологических контрольных точек. Опухоли головы и шеи, лимфопролиферативные заболевания, рак молочной железы, колоректальный рак. Современная иммунотерапия без моноклональных антител в этих опухолях практически немыслима. Есть отдельная группа пациентов, у которых применение иммунотерапии здесь недостаточно эффективно. Мы тогда не назначаем иммунотерапию этих пациентов. У остальных пациентов это используется достаточно активно. Новые методы терапии тоже входят в клиническую практику, широкую клиническую практику. Активно изучаются различные методы вакцинотерапии, активно изучаются различные методы замещения функций иммунной системы. Это опять-таки модифицированные, генетически модифицированные эффекторные клетки. Таким образом, на сегодняшний день перед нами стоит большая задача. Иммунотерапия стала неотъемлемым компонентом на сегодняшний день иммунной системы. Мы знаем, что наибольшую активность проявляют и наибольший успех в последнее время как раз достигнут с помощью ингибиторов иммунологических контрольных точек, которые моделируют работу иммунологического синапса. Но они не отменяют другие методы лечения. Важно понимать, что практически любой метод лечения, который мы можем использовать при злокачественном процессе, так или иначе затрагивает иммунную систему и дает возможность иммунной системе наконец-таки сработать и вызвать длительный, продолжительный иммунный ответ. Если раньше для большинства распространенных опухолевых процессов и методических опухолей мы понимали, что мы можем продлить жизнь пациента, но мы не можем вылечить опухоль, то сегодня вопрос излечения даже на распространенной стадии процесса активно поднимается. И это уже не какая-то фантастика, это уже реальность, которой, возможно, удастся достичь. И весь вопрос в том, сможем ли мы сделать это или не сможем, а сможем ли мы добиться у конкретного пациента, и какова доля этих пациентов, которым мы реально можем помочь и решить их вопрос лечения их заболевания на длительное время. И, безусловно, наибольшее достижение мы можем получить, наибольшую эффективность мы можем получить, когда мы комбинируем различные эффективные методы терапии. Видите, здесь красным показано то, что мы еще изучаем, и зеленым то, что мы уже знаем. Мы знаем, что, например, модуляторы иммунологического синусоцитокина хорошо сочетаются и с химиотерапией, и с хирургическим лечением. Мы активно используем лучевую терапию как один из компонентов иммунотерапевтического подхода к лечению. Мы используем различные ингибиторы тирозинкинасты, современные волшебные таблетки, которые обладают большой эффективностью, но которые также работают для иммунной системы. Мы используем адаптивную клиническую терапию, это заместительная иммунотерапия, о которой я уже говорил. Таким образом, комплексный подход, вероятно, в дальнейшем обеспечит еще большую эффективность терапии. Однако этот подход довольно-таки сложен, и, безусловно, краеугольным камнем иммунотерапии является индивидуализация лечения. В первую очередь мы должны отбирать тех пациентов, которые больше будут соответствовать клинической ситуации данного конкретного пациента. И не надо лечить и применять методы только для того, чтобы применить этот метод. Надо применять метод для того, чтобы получить эффект в первую очередь, и получить эффект безопасно, то есть не ценой выраженных осложнений, которые сильно ухудшат состояние пациента. Поэтому, безусловно, иммунотерапия на сегодняшний день – это одна из, можно сказать, основных, один из основных методов системной терапии злокачественных опухолей. Мы, безусловно, стараемся использовать ее возможности всегда, где это только возможно. Но она требует внимательного отношения к себе. Как в плане проведения, так и в плане этапности проведения, так и в отношении нежелательных явлений. Потому что нежелательные явления от иммунотерапии могут быть подчас даже более сильными, чем нежелательные явления от химиотерапии. Но поскольку у нас будет отдельная лекция про это, я на них останавливаться не буду. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы, если у кого есть, задавайте. Можете письменную записочку написать, сюда передайте. Тогда можно озвучить те вопросы, которые приходят нам по электронной почте. Алексей Викторович, один из вопросов. Как Вы относитесь, написано, к новому препарату Рифнот? Скажите, пожалуйста. Ну, относительно новизны препарата, хотелось бы сразу сказать, что да, у препарата достаточно хорошая реклама, но с точки зрения научно-медицинской, этот препарат, он хороший, но он недостаточно изучен. Он на самом деле представляет из себя фактор некроза опухоли, сшитый химически с одним из иммуномодуляторов, тимолином. Про иммуномодулятор мы знаем, что он достаточно действительно хорошо модулирует функцию одних эффекторных клеток иммунной системы. Про фактор некроза опухоли мы не можем сказать, что это старый препарат, ему уже лет 20, его уже давно изучали. Препарат действительно может оказывать противоопухолевое действие, однако его применение должно быть очень аккуратным. Он обладает существенным количеством побочных действий. Если подкожное введение, в принципе, не приводит к серьезным каким-то изменениям, то более интенсивный метод лечения внутриопухоли, внутривенное введение приводит к достаточно выраженным нежелательным явлениям. В принципе, соответствующим таковым описанным при факторах некроза опухоли. Доза тоже самое. Идентично фактору некроза опухоли переносимость по дозам. Мы пытаемся изучать этот препарат и использовать его вместе со стандартной химиотерапией. Надо понимать, что это цитокин. То есть этот препарат, он так же, как и любой цитокин, он будет усиливать какие-то иммунологические процессы, но не специфические. Если проблема у конкретного пациента именно в истощении иммунной системы, то есть она могла бы сработать, но ей не хватает сил. В таких случаях он может до какой-то степени помочь. Но проблема наших пациентов, как правило, комплексная и очень часто они происходят даже не с самой иммунной системой. То есть формальная иммунная система нормальная, там нет иммунодефицита, там опухолевые клетки, клетки иммунной системы в процентном отношении не сильно отклоняются. Функциональная их активность может быть снижена, но это уже гораздо сложнее проверить. Но вот в опухолевом очаге что происходит? Там происходит совсем другая ситуация, там клетки могут быть уже другие. Поэтому рифнот по сравнению с другими методами иммунотерапии он существенно проигрывает не в том плане, что он не работает, он работает у каких-то пациентов, но у кого он лучше сработает, кому ему стоит в обязательном порядке применять, этого мы на сегодняшний день не знаем. И производители, собственно говоря, не знают. Да, есть отдельный результат, он улучшает эффективность химиотерапии, больше его использовали в сочетании с химиотерапией московские коллеги, у них несколько лучшие результаты лечения. Но у нас есть другая сторона, у нас есть современные препараты иммунотерапевтические, которые без всякого рифнота приводят к существенно большему эффекту и существенно большей продолжительности эффекта. Поэтому применение данного препарата может, препарат может применяться при злокачественных процессах, он зарегистрирован при этом, но его применение должно быть отложено на те ситуации, когда существенных альтернатив этому препарату уже нет. То есть при наличии стандартного лечения, его добавление к стандартному лечению на сегодняшний день не совсем оправдано. У нас нет доказательств того, что это добавление улучшит какой-то из результатов лечения. Спасибо. Алексей Викторович, еще несколько вопросов задают по поводу адювантного профилактического лечения по поводу меланомы кожи. Я вижу, в аудитории тоже есть пациенты с этой патологией. Будьте добры, коротко расскажите, какие на сегодняшний день взгляды по поводу профилактического, еще раз повторяю, лечения после удаленной меланомы кожи. По поводу профилактического лечения меланомы кожи на сегодняшний день всеми практически нашими коллегами и в России и за рубежом поддерживается мысль о том, что при При высоком риске рецидива, то есть это меланома кожи, начиная со второй Б-стадии, необходимо использовать адювантную терапию, потому что она действительно может предотвратить часть рецидивов и продлить жизнь пациентов. На сегодняшний день проведение именно иммунотерапии – это единственный метод, который реально может использоваться для такого профилактического лечения. Мы обладаем, по сути, двумя, тремя уже большими опциями, не все из которых доступны везде, в том числе у нас в стране. Доступная и долго изучаемая опция – это терапия интерфероном альфа. В мире нет единых подходов к тому, какие дозы интерферона альфа надо использовать – высокие, которые очень тяжело переносятся, но теоретически более эффективны, или стандартные низкие дозы, которые мы используем у большинства пациентов. Европейский подход – это использование низких доз. В течение года может быть больше, в зависимости от клинической ситуации. Такой подход действительно позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов. Но надо понимать, что когда мы говорим, что у нас увеличивается продолжительность жизни пациентов, мы говорим о группе пациентов. То есть из этой группы есть люди, у которых препарат точно помог и продлил жизнь, есть люди, у которых он не сработал. Но мы их индивидуально вычислить не можем. Мы назначаем эти препараты, исходя из исследований на группах пациентов. Поэтому если есть какие-то факторы, которые препятствуют назначению этой терапии, мы ее не назначаем. Если у нас есть высокий риск осложнений, потому что я уже говорил, иммунотерапия – это небезопасное лечение. Оно может давать свои осложнения, эти осложнения могут быть достаточно тяжелыми. В том числе этим характеризуется интерферон. Он может давать выраженные слабости, может давать состояние в виде гриппа, может давать анемию достаточно тяжелую, может нарушать функцию печени при длительном применении. Поэтому здесь надо взвешенно подходить. Чаще всего мы рекомендуем проведение этой терапии в профилактическом режиме, потому что в большинстве случаев нам удается безопасно амбулаторно провести это лечение. Вторая опция, которая у нас есть на сегодняшний день при меланомии, но она доступна в основном у нас в институте, поскольку это индивидуальная технология, это индивидуальная вакцина. Эффективность их примерно соответствует, по нашим данным, работе с интерфероном. Они менее токсичны, это другой метод лечения, это другой подход. Я говорил, что вакцины – это клетки, которые обучают иммунную систему. Интерфероны – это клетки, которые стимулируют эффекторы. То есть одни создают эти эффекторы, другие их стимулируют. Разные подходы могут использоваться по-разному. Если неэффективен один, то может быть эффективен другой. К сожалению, эта технология индивидуальная требует именно хорошей лаборатории, которая может сделать этот препарат индивидуально для каждого больного. Это наиболее персонализированная терапия, но она узкоспецифична. В этом ее ограничение использования. И третий подход, который на сегодняшний день зарегистрирован за рубежом, но пока еще недоступен у нас. И, в общем, этот подход тоже требует, на самом деле, более взвешенной оценки. Это как раз использование новых ингибиторов иммунных сигналов, ингибиторов иммунологического синапса и пилимумаба. Проблема в этом подходе в том, что действительно исследования показали, что время до прогрессирования у пациентов существенно увеличивается с использованием этого препарата. То есть мы откладываем рецидив больше, чем на год. Однако влияние на общую продолжительность жизни еще не оценено. Просто мало времени прошло. Это достаточно новый препарат. И режим, который использовался в этом режиме, он очень токсичный. Больше половины пациентов не выдерживало этот режим. Поэтому на сегодняшний день мы в меньшей степени рассматриваем, даже несмотря на то, что... Даже если бы этот препарат был у нас в доступе и был зарегистрирован в стране, мы бы его все-таки рассматривали во вторую очередь в плане одевантной терапии. Потому что его применение требует еще больших знаний, больше спецификаций, кому конкретно надо проводить это лечение. Но в целом, если говорить про одевантную иммунотерапию и меланома, то это одевантная иммунотерапия – это оптимальное место, где иммунотерапия теоретически наиболее эффективна. – И то есть ее назначение должно быть, конечно, по показаниям индивидуализировано. То есть больной должен прийти к доктору, обязательность гистологической верификации диагноза с полученным диагнозом и решение вопроса согласия пациента, плюс мнение доктора и наличие тех стандартов, которые в настоящее время существуют. На основании всего же тогда подводим итоги. И, конечно, временной фактор, да, Алексей Викторович? – Да, оптимальное окно для иммунотерапии – это максимум 6 недель от операции. После этого это окно теряется, и тех преимуществ, которые мы можем получить в этой ситуации, нет просто. Поэтому в таких случаях можно уже не лечить, а наблюдать. – Хорошо. – Как Вы относитесь к лечению трансферфакторами онкологических заболеваний? – Ну, скажем так, вот большой эффективности там не доказано в мире. И, ну, это лечение, по сути, это лечение цитокинами. – Но, вообще-то, Министерство здравоохранения рекомендует официально, вот у меня даже есть книжечка на эту тему, что это помогает, это хорошо работает. То есть, Министерство здравоохранения рекомендует? – Министерство здравоохранения рекомендует, но большинство профессиональных стандартов, основанных на доказательной медицине, это не входит. – А от чего это зависит? Чтобы входило? – В проведение клинических исследований. – Еще вопросы? – Что Вы можете сказать про Альтивир? – Альтивир – это один из вариантов интерферона альфа. У нас в стране зарегистрировано 20 препаратов интерферона альфа. Это как раз тот цитокин, который используется, в частности, о чем я говорил, при одеварной терапии меланомы кожи, при системной терапии меланомы кожи. Этот же интерферон используется при раке почки весьма активно. Раньше весьма активно они же использовались при колоректальном раке. Сейчас, благодаря другим новым препаратам, они как-то оттеснены, но тем не менее. Они очень активно используются при ныроэндокринных опухолях, они могут использоваться при некоторых саркомах, например, при саркоме капши. – Меня при меланомы интересует. – Вот меланома, одевантная и лечебная терапия – хороший препарат. – Немножко непонятно, нам выдали на два месяца уколы. И могут быть перерывы какие-то? Или это год лечения? – Перерывы в терапии нежелательны, просто к концу этих двух месяцев надо подойти и попросить следующие уколы. Нам надо убедиться, что вы хорошо их переносите. Поэтому сразу на год препарат не дает никому. И потом, при лечении всегда необходим контроль, как безопасности, так и эффективности. Безконтрольное лечение, любым методом, неважно, традиционная медицина, нетрадиционная медицина, без разницы, любой метод должен оцениваться на предмет безопасности и эффективности. Поэтому через два месяца надо сделать обследование. Если метод действительно работает, вам его продлят. – Но это будет перерыв небольшой, да? – Нет, без перерыва. – Без перерыва это должно быть. Спасибо. – Да, будьте добры. Алексей Викторович пока микрофон передает. Много вопросов по использованию иммуноонкологических препаратов при раке яичников, при раке молочной железы можно ли использовать. И вот сейчас вопрос передали. «Серозная аденокарцинома беззаисненного первичного очага». Какие существуют возможности? И именно конкретно спрашивают про институт онкологии. У нас, во-первых, при большинстве из перечисленных заболеваний используются моноклональные антитела, которые являются иммуноонкологическими препаратами в том числе и входят во все стандарты лечения для соответствующих пациентов. Для кого-то необходимо определение мишени, чтобы их использовать, для кого-то необходимо определение факторов неэффективности, чтобы не назначать препарат тем пациентам, в частности, больных колоректальным раком, у кого он заведомо не сработает. Второй момент. У нас в институте онкологии дополнительно к этому также расширяются технологии вакцинотерапии, но она используется для тех пациентов, которые получили стандартное лечение, у которых либо возможности стандартного лечения исчерпаны, либо у которых достигнут на фоне стандартного лечения хороший эффект, и нам надо этот эффект поддержать. Вот для этих пациентов по всем указанным показаниям у нас используются вакцины, разработанные у нас в институте, индивидуализированные вакцины. Но часто они используются вместе с метрономной терапией, то есть низкими дозами цитостатиков, которые не подавляют иммунную систему с одной стороны, но подавляют вот эту иммуносупрессивную активность опухоли с другой и убивают сосуды в опухоли, то есть не дают опухоли активно действовать, потому что иммунная система, один из ее минусов в том, что она требует какого-то отсроченного времени для активации, то есть это 2-3 месяца терапии, чтобы получить эффект, чтобы запустился этот механизм. И если у нас опухолевая скорость роста опухоли позволяет это, мы чаще получаем эффект. Если опухоль растет очень быстро, она может просто быстрее вырасти, чем иммунная система справится. И мы вынуждены будем переключаться на другой метод лечения. – Алексей Викторович, настойчиво один из гостей нашей сессии сегодняшней задает вопрос по поводу рака яичников. Можно или нет проводить вакцинотерапию или какую-то терапию, именно иммунотерапию в Институте онкологии? Что можно сказать на этот счет и что делать пациенту? – У нас есть опыт лечения пациентов больных раком яичников в третьей и последующих линиях терапии для того, чтобы… – То есть уже больных, которые не адюантно получают, не профилактически… – Да, больных, которые получали стандартное лечение, о котором я говорил. И опыт достаточно успешный, поэтому для определения возможностей индивидуальных этих вакцин надо приехать на консультацию внеонкологии Петрова. – И кому конкретно нужно прийти на прием? – Можно прийти к врачам пятого отделения и к сотрудникам отдела онкоимонологии. У нас принимают Ирина Александровна Балдуева и Нина Петровна Пепиа в настоящее время по этим вопросам. – Хорошо. – В любом случае решение принимается коллегиально и врачами-химиотерапевтами совместно с врачами-иммунологами. – Хорошо. Будьте добры, вопрос ваш. – Скажите, пожалуйста, вот есть такие препараты – иммунофан полиоксидоний. Как бы рекомендуют при химиотерапии? К каким вот? К чему они относят? – Это иммуномодуляторы неспецифического такого характера. Есть отдельная публикация о том, что они улучшают функцию иммунной системы, но системного тестирования в плане онкологических результатов не проводилось. То есть мы просто не знаем про это дело. Не было исследований, где одни пациенты получали только химиотерапию, другие пациенты получали химиотерапию с иммунофаном в рандомизированном виде, где измерялась и стандартным образом безопасность, и стандартным образом изменялась эффективность. Эффект этих препаратов может быть улучшением. Мы сами иногда назначаем, особенно когда мы видим, что смотрим у пациентов состояние клеток иммунной системы, мы видим выраженную депрессию, особенно что касается Т-клеточного звена, которое должно работать. Если мы не видим этих клеток, вероятность ответа на иммунотерапию достаточно низкая. Это неблагоприятный прогностический признак. В таких случаях иногда мы используем, в том числе и полиоксидоний, например, для стимуляции вот этого дела. Но это дополнительное лечение, которое может быть обсуждено с вашим врачом. Там вопросы еще есть. Здравствуйте. Вопрос был по поводу препаратов на основе пептидов. На сегодняшний день наиболее изучена эта пептидная вакцина. Одна из таких вакцин – это как раз та вакцина, которая заоргестрируется при заболевании предстательной железы. Другое применение пептидов менее изучено. Есть достаточно много пептидных иммуномодуляторов. Это целый класс препаратов, которые оказывают влияние на иммунную систему, но они в меньшей степени изучены в онкологии. В большей степени их изучают аллергологи, иммунологи и в плане воздействия на инфекционные процессы. Поэтому мы не можем сказать, насколько добавление этих пептидов изменит ситуацию при проведении стандартной терапии. Вместо стандартной терапии их использовать не рекомендуется. – Алексей Викторович, еще какое Ваше мнение по назначению БАДов? – БАДы, скажем так, если про лекарственные средства мы знаем хотя бы что-то, то про БАДы мы, как правило, знаем очень мало, если вообще ничего не знаем. Они могут быть токсичны, самое печальное. Их эффективность, как правило, не доказана. Для того, чтобы зарегистрировать БАД, вообще не надо представлять почти никакой информации, как он должен действовать, надо заявить, что он неплохо переносится, и все. Информации системного изучения этих препаратов не проводится. И заявления производителя относительно того, что эти препараты решают все вопросы, к сожалению, они очень часто не подтверждаются на практике. Обратной стороной БАДов является то, что иногда они вызывают значительные побочные эффекты, которые препятствуют назначению стандартного лечения. Это может быть та же иммунотерапия, но которая уже доказана. И применяя БАДы мы получим выраженное осложнение. Мы не знаем, как они сложатся с нашим стандартным лечением. Там очень поликомпонентная схема, их невозможно предугадать, как они будут работать. Их состав не контролируется. То есть, если вы получаете БАД, не факт, что там то количество вещества, которое написано на упаковке. Поэтому с ними надо быть крайне осторожным. Еще раз я хочу повторить, что у нас бывают ситуации, когда возможности стандартного лечения исчерпаны. Тогда мы стоим перед выбором, поддерживающая терапия или какие-то методы лечения, которые менее изучены. Но если мы решаем вместе с вами применять эти методы лечения, которые менее изучены, нам надо к ним относиться так, как к самой серьезной химиотерапии. То есть, следить за нежелательными явлениями и следить за эффективностью. Бесконтрольное применение препаратов недопустимо. Оно не приведет ни к чему хорошему, но может привести к значительным неприятностям со здоровьем. По поводу интерлекина. Интерлекин используется. Антрлекин – это один из цитокинов тоже. То есть, стимуляторов иммунной системы, эффект которого доказан. И применение которого в высоких дозах действительно помогает при меланомии, при раке почки, применяется во всем мире и позволяет у небольшого количества пациентов, ну, порядка от 5 до 10%, достичь длительных эффектов длительностью в десятки лет. Проблема в том, что для получения такого эффекта необходимо использовать интерлекин-2 в высоких дозах. Это лечение очень токсичное, проводится исключительно в реанимации, только в отдельных центрах. Ну, плюс, если использовать импортный препарат, то это еще довольно-таки дорогое будет лечение. Поэтому его распространенность очень ограничена. И для того, чтобы получать такое лечение, надо, по сути, быть здоровым человеком. То есть, вот основные клиники, которые этим занимают... У нас на отделении есть опыт, сразу могу сказать. Мы лечили, мы видели эти осложнения, мы видели длительные эффекты. У нас действительно есть пациенты, у которых достигнут полный регресс, у которых... У нас вот была женщина, у которой именно на интерлекине был достигнут полный регресс. Она через 3,5 года родила двойню, и сейчас у них двое хороших малышей. Но это отдельные ситуации, которые требуют обсуждения. Пациент должен вынести, в первую очередь, это лечение. Это лечение токсичное. Были летальные исходы на фоне этого лечения из-за нежелательных явлений. Поэтому это может использоваться, но к этому надо относиться осторожно. Низкие дозы, они менее эффективны. Они могут использоваться, они могут использоваться в сочетании с различными интерферонами, с тем же лаэфероном, например. Но это уже менее эффективное лечение. То есть оно может у конкретного пациента вызвать эффект, но вероятность этого эффекта с группы, она немножко ниже. Поэтому здесь просто нужно осторожность, но это хорошее лечение. Можно вопрос? Да. Вы сейчас упомянули, у меня удалена почка левая. Я начал с марта лечение лаэфероном. Мне существует 3 миллиона единиц. У меня сейчас второй раз сдается анализ крови, каждые две недели. Доктор сказал, что снижается количество нитрофилов. Ну, аппетит исчез. То есть я ем, но без всякого. И такое появляется апатичное состояние. То есть пропадает интерес в общем. А оно постоянно или оно только в день уколы? Нет, это только появилось. В смысле в день уколы или оно постоянно сохраняется? Оно сейчас, так скажем, больше постоянно. Какой препарат? Лаэферон. Лаэферон. Можно попробовать? У меня с собой. Я понимаю, можно попробовать поменять препарат просто. Мне это обратиться к Борисову, который врач Борисов на Березовой. Вот он. Ну, в диспансерах тут ситуация немножко другая. Поскольку у нас, у госучреждений все регулируется госзакупками, то мы можем купить одно наименование препарата с одним международным непатентованным названием. Если у них закуплен лаэферон, как интерферон альфа, то у них будет только лаэферон. Поэтому, как вариант, можно попробовать. По 3 миллиона упаковки стоят не очень дорого. Поэтому можно попробовать самому приобрести одну упаковку, посмотреть, будет ли эффект или нет. Потому что тут есть два варианта. Либо у вас именно не очень хорошо переносится конкретный лаэферон, и тогда смена препарата будет иметь значение, вы будете хорошо его переносить просто. Тем более, что у вас понарастающе идет. Обычно наоборот. То есть, первые уколы самые тяжелые, потом легче. Ну да, у меня сначала температура была до 38. Я понимаю, но вы сейчас так скажете, что сейчас появилось. Отсутствие аппетита, слабость, оно нарастает. Поэтому второй вариант – это, что у вас такая реакция просто вообще на любой интерферон альфа. Тогда надо будет смотреть, потому что вы получаете очень маленькую дозу. То есть, это стартовая, по сути, доза. И дальше смотреть, какие показания, и стоит менять или не стоит менять вообще, в принципе, подход к лечению. И последнее. Вот в инструкции написано, что сам раствор, который должен делать, ну, в виде инъекции, время растворения должно составлять около 10 минут. Это важно или нет? Потому что, когда я отдаю инъекцию, тут же сразу ее раз, растворение и уколо. Они обычно быстро, быстро растворимые препараты и не имеют значения такого. Спасибо. Алексей Викторович, еще несколько вопросов по поводу тималина, его, возможно, заменителей, его место, этого препарата. Ну, тоже это один из... У нас очень много на сегодняшний день, ну, в России вообще первое в мире по количеству иммуномодуляторов, зарегистрированных на рынке. Сложно ответить на вопрос, какова роль конкретного каждого иммуномодулятора, включая тималин. Мы применяем в отдельных ситуациях, особенно, когда речь идет о иммунотерапии. Например, вот у нас пациенты, получающие вакцины, сдают иммунологическое обследование, делают иммунный статус. В том случае, если мы видим, что иммунная система сильно подавлена, в частности, мы назначаем тималину для стимуляции Т-клеточного звена иммунитета, то есть тех клеток, которые должны оказывать противопухолевый иммуноответ. Мы этим пользуемся. Но это пользуемся мы индивидуально, и внимательно зная показания, обязательно с консультацией онкоимминолога. Самостоятельное применение просто, что абстрактный препарат улучшит ситуацию, я не думаю, что он вызовет тот ожидаемый эффект, который мы рассчитываем. То есть он должен применяться по показаниям с учетом необходимости. Просто так его применять, наверное, нет смысла. Так, вопросы еще в аудитории. Да, Путин Викторович, расскажите, пожалуйста, о времени, которое необходимо для развития иммунного ответа при использовании вот этих новых иммунотерапевтических препаратов. Спасибо. Значит, самое последнее поколение может давать ответ достаточно быстро. Более раннее поколение, это ипильмумаб, например, считается, что они могут давать задержку где-то 2-3 месяца. Мы видели иногда задержку по 7-8 месяцев до развития какого-то клинически значимого эффекта. С первой инъекции, да. То есть самое длительное, что мы наблюдали, это действительно частичный регресс у пациента развился через 7 месяцев от первой инъекции. Да, была стабилизация, опухоль держалась, но тем не менее эффект потом нарастал. В принципе, надо сказать, что по нашему опыту и по тем научным работам, которые мы делаем, иммунотерапия не проходит для организма бесследно. И если мы сделали иммунотерапию, например, ту же вакцину, то она все равно потом оказывает влияние на последующее течение заболевания. Она нам дает немножко больше опций. Мы не всегда успеваем сразу добиться эффекта, но потом все равно это сказывается на лучшем состоянии пациентов. Поэтому это тоже надо учитывать. Иммунологическая память есть. И мы, особенно специфическими методами терапии, такими как вакцины, мы можем ее стимулировать. То же самое касается современных регуляторных молекул. То, что мы перестали их вводить, это не значит, что они ушли из организма. Они циркулируют 6-8 месяцев. И они оказывают свой эффект. И все следующее лечение, которое мы делаем после этого, его эффект складывается с исходным лечением. Поэтому тут иммунотерапия – это серьезное воздействие, которое надо хорошо планировать. И знать, что не всегда мы сразу ожидаем результат. Потому что, конечно, хочется ввел препарат и сразу получил улучшение. Но, к сожалению, с иммунотерапевтическими средствами надо набираться терпения. Продолжение следует...